Добрый день! Рада, что сегодня нам удалось пообщаться с нашим дорогим партнером из Ярославля. Рада приветствовать Надежду Витальевну Романову, врача-дерматолога, дерматовенеролога, аллерголога-иммунолога, доктора медицинских наук, заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Ярославского государства медицинского университета и специалиста медицинского центра «Надежда». Здравствуйте! Здравствуйте, Ирина! Очень приятно! Сегодня я хотела бы поговорить с вами о дерматовенерологии, о современных и будущих трендах и об аппаратной косметологии вашей практики. Ирина, центр наш создан давно, 20 лет назад. Изначально у нас идея была организовать центр с уклоном в иммунологию, аллергологию-иммунологию. Ну, потом мы как-то вот разрослись уже до больших размеров. Сейчас мы акцент делаем в большей степени на дерматологию. Естественно, аллергология-иммунология, как вторая моя специальность, она никуда не делась, она присутствует, больных таких много. И параллельно мы еще развиваем вот направление аппаратной косметологии, начали недавно развивать, чему я очень рада. Что касается моих научных интересов, то они несколько в другой сфере лежат. Я защитила две диссертации по теме диффузных болезней соединительной ткани. И вообще в целом я в большей степени, конечно, дерматолог. Я люблю заниматься какими-то редкими дерматозами, онкодерматологией, заболеваниями, в том числе аллергическими. То есть больные какие-то непонятные, сложные, они вот как раз ко мне присылаются, и мы с ними ведем работу. Надежда Витальевна, как аппаратная косметология представлена в вашей практике? Насколько вы уделяете ей внимание, как она вам полезна? Ирина, ну вы знаете, вот у нас аппаратная косметология появилась не так давно. Мы купили аппарат М22, и, наверное, это вот один из счастливых дней в моей профессиональной жизни был, когда мы его приобрели, поскольку он позволил нам очень сильно расширить спектр помощи пациентам, в том числе с акне, с розация, с пигментацией, с какими-то мелкими такими вот сосудистыми изменениями на коже. Я очень довольна этим аппаратом, тем более, что, например, в фототерапию входят стандарты лечения больных розация, европейские, американские стандарты. Ну и, учитывая, что мы все-таки центр, который прежде всего внедряет профессионализм, инновационность, как одни из ключевых моментов в нашей работе, я не могла в стороне остаться от этого, поэтому мы приобрели аппарат, и очень активно его сейчас используем. Я очень довольна. Скажите, вы только с фототерапией работаете или еще какой-то модуль используете? У нас два модуля IPL и второй модуль у нас INDIAC, который работает по сосудам, просто потрясающе. На глазах прямо убирают все сосуды. С куперозом мы работаем, с мелкими сосудами на конечностях. Очень довольны. Скажите, а бывают ли недовольные пациенты? И как вы справляетесь? И были ли случаи пациентского экстремизма? Вы знаете, ну вот у нас пока недовольных не было за промежуток времени, насколько получается мы где-то 8 месяцев работаем с аппаратом, не было пока недовольных пациентов, но я очень часто выступаю экспертом по судебным делам, которые связаны с пациентским экстремизмом, связаны не только с ним, но и в том числе с некоторыми погрешностями, скажем так, и ошибками врачебными в ведении этих пациентов. Поэтому, конечно, врач, косметолог, дерматолог, он прежде всего должен быть знающим, он должен читать, он должен знать об осложнениях, он должен знать об отдаленных, в том числе последствиях своих каких-то манипуляций. Поэтому нужно просто быть квалифицированным специалистом и постоянно обучаться, наверное, вот так. Да, сейчас, конечно, есть тренд на естественность, есть тренд на разумное потребление, это касается не только, например, бытовых каких-то нужд, но и косметики, и косметологии, и дерматологии в том числе. И, конечно, люди, когда они приходят за какой-то процедурой, они все-таки рассчитывают на, во-первых, квалифицированное обслуживание, на то, что технология данная, она даст не просто какой-то кратковременный результат, но она позволит на некое время получить результат. И, собственно, как раз аппаратные технологии позволяют это сделать. То есть мы получаем не просто эффект на ближайшие две недели или месяц, мы получаем эффект на длительный срок, иногда он пожизненный, да, если мы там убрали сосуды, возможно, они в дальнейшем потом и не появятся. То есть здесь как раз позволяют получить этот эффект. Кроме того, обращает на себя внимание то, что люди стали спрашивать, какой аппарат используется для лечения, на каком аппарате это делается. Если раньше все смотрели в основном на цену, сейчас цена не является определяющим, несмотря на то, что кризис, вроде как люди должны экономить. Экономить на здоровье – это самый последний путь экономии, да, на чем можно экономить на своем здоровье. Поэтому, конечно, аппарат, который разработан непосредственно фирмой, которая технологию эту разрабатывала, да, он большим спросом пользуется и дает лучшие результаты, чем какие-то, например, китайские аналоги. Надежда Витальевна, вот вопросы с сервиса часто бывают неким краеугольным камнем для владельцев, собственников клиник. Это касается и сервиса в плане общения с клиентами, и технической поддержки тех аппаратов, которые в эту клинику закупаются. Вот что можете сказать по этому поводу? Я вот плохого ничего не могу сказать, могу сказать только хорошее. Мы покупали М22 в Premium Aesthetics, и ни одного раза не было, чтобы у нас возник какой-то вопрос, касающийся технического обслуживания, клинического введения, например, больного. И нам бы не ответили. Это все просто в кратчайшие сроки. У нас была там проблема, что разбился фильтр, нам его на следующий же день поставили. То есть я вот как раз в плане постмаркетингового обслуживания очень довольна, что не просто нам продали и забыли про нас, как про ненужных покупателей, а что именно постмаркетинговое обслуживание осуществляется компанией. Это очень важно. Спасибо, очень приятно это слышать. Занимаюсь онкодерматологией, планирую развитие как раз этого направления. У меня сейчас два дерматоскопа ручных. Один старый Хейна 20, и другой более новый, с поляризованным светом, возможностью фотофиксации на телефон. Но все-таки эта оценка, она в некотором роде субъективная, она позволяет оценить ограниченное количество новообразований. Мы, например, участвуем в Дне меланомы регулярно, наш центр медицинский, но когда к тебе приходит человек, у которого, например, 150-200 новообразований, он весь усыпан родинками, ты не можешь чисто физически оценить их все. Поэтому, конечно, искусственный интеллект, фотофайндер, он позволяет сделать такой вот паспорт кожи пациента, оценить этот паспорт в динамике, например, раз в полгода, как меняются новообразования. Кроме того, важным моментом является, что мы можем связаться с экспертами отдаленно, которые оценивают отдельное новообразование, если есть сомнения, в том числе и в искусственном интеллекте. То есть, на мой взгляд, эта технология очень перспективная, и ее, конечно, нужно внедрять. В Москве, я знаю, что в центрах она есть, а вот в нашем городе, например, да, она внедряется. В нашем городе, к сожалению, пока нет. Хотелось бы быть пионером. Надежда Витальевна, говоря о планах по развитию центра, что хотели бы еще внедрить? Я знаю, что вы много работаете со студентами. Возможно, в плане обучения что-то. Да, Арина, действительно, мы хотели бы сделать типа обучающего центра для врачей, для врачей-дерматологов, для врачей-косметологов, именно в плане использования аппаратных технологий, в плане обучения, в том числе практического и теоретического. Тем более, что специалисты, которые работают в центре, это суперпрофессионалы. У нас в основном работают сотрудники университетов, имеющие большой опыт, клинические у нас все, так сказать, играющие тренеры. То есть это преподаватели, которые активно занимаются лечебной работой. Поэтому для нас это как раз естественно было бы создать обучающий центр, в котором мы могли бы учить наших коллег, чтобы они в дальнейшем работали, в том числе в косметологии, может быть, у нас в том числе. Хотелось бы. А какие аппаратные технологии еще хотели бы внедрить? Я очень сильно мечтаю о фотофайндере, я уже об этом сказала, поскольку онкодерматология действительно в сфере интересов и прогрессивное направление такое. Я очень бы хотела приобрести СО2-лазер, поскольку он позволяет тоже и удалять новообразование, делаясь, например, шлифовки по стакну. У нас очень много таких пациентов с рубцами. Ну и в дальнейшем, может быть, уже направление мы выберем в большей степени косметологическое. Когда я уже все свои гештальты закрою по драматологии, то тогда, наверное, уже будем приобретать какие-то аппараты для удаления татуировок, может быть, какие-то аппараты для, в том числе, некого такого эффекта золушки, да, противоотечная, типа Джинео. Ну и напоследок, может быть, поделитесь, как проводить сейчас время в самоизоляции с семьей и с пользой для работы? Ирина, сейчас дистанционное обучение у врачей и студентов, оно, конечно, отнимает очень много времени, но зато я освоила массу новых информационных технологий, просто и онлайн-конференции, и различные форматы общения, записи, связи и так далее. Что касается просто, ну, какой-то пищи для души, то я играю на фортепиано, занималась этим в детстве. Сейчас как раз появилось время по вечерам помузицировать, что-то разобрать, то, что хотелось, и ребенку это нравится. Мы вместе музицируем, книжки читаем, ну, в общем-то, проводим время с пользой. Спасибо. 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 Спасибо.